Сегодня я вам покажу все особенности нового секретного мира с новым секретным сидом, в котором очень-очень полезная штука для освоения нового контента. Не за вами поставить большой пальчик вверх под эти видео, у вас тогда все тоже получится. Все необходимые сиды будут в описании под видео. Получить доступ к этому секретному миру надо создать новый мир и ставить один из четырех сидов. Все сиды будут в описании под видео. Создаете новый мир, здесь прописываете вот такой сид и еще там четыре разных варианта. Чем они отличаются не знаю, пробуйте. По идее ничем. Давайте мы к римсу поставим и создадим этот мир. Обратите внимание, что у всех секретных миров вот такая специальная иконка есть. То есть видишь, тут обычная идея, а здесь уже целая елка. Говорит о том, что это непростой. Первое отличие, которое вообще касается этого мира. Обратите внимание на потрясающие вещи. Здесь очень низкие острова. То есть обычно до островов нужно либо лететь, либо там строить какие-то стены, столбы. В общем, туда сложно добраться. Это реально проблема. Здесь, пожалуйста, с пригорка видно летающий остров. Сюда можно долететь просто на крыльях. Такого нет ни на одной нормальной карте, уж поверьте. Это во-первых. Так, а что там есть? По-моему, я грабанул здесь, не? А, да, я грабанул. Я Star Fury. Вот это. У меня была тут небесная ярость. Так вот. Интересный прикол. Здесь во всех биомах, везде повсеместно, видно вот эта коричневая хрень. На заднем плане такая расцветка, словно бы пожухлая. Это не монтаж, ребята. Если что. Это оформление. Оформление этого можно снять только с помощью радио. Новые аксессуары ставите радио, у вас появляется нормальная картинка. По-другому никак. Ночь здесь, как видите, такая, что ни черта не видно. Хорошо, мне крылья. Хоть что-то там дают освещение вокруг меня. Но так можно... Хоть стреляйте. Низги не видать. И самое главное, если вы слишком долго пребываете здесь в темноте, вы начнете медленно и верно умирать. Потому что начнете получать урон. Точно так же, как в Дон Старве. Помимо всего прочего, здесь есть система голода. Как видишь, вы должны каждые 5 минут чего-то есть. Как система работает? Сначала у вас есть нормальная сытость. Потом средний голод. Потом сильный голод, который наступает через 5 минут. И размер желудка становится совсем-совсем маленький. То есть, чем меньше размер желудка на этой иконке, тем все дела ваши хуже. Где вы будете брать еду? Здесь, на поверхности, я толком никакой еды нету. Я не знаю, я пытался ловить куропаток, там, убивать вот это все. И что-то из еды мне только слизь выпадает, ее есть нельзя. То есть, как вы тут будете выживать, я, честно говоря, не очень представляю. Но это еще не все, ребята. В поверхности встречаются вот такие вкрапления мраморных штук со мраморными статумами, которые тоже встречаются только под землей в нормальных мирах. И здесь почему-то на поверхности. Окей. Более того, здесь используется какая-то новомодная система волнообразных пещер. В чем разница, не знаю. На мой взгляд, пещеры, во-первых, стали маленькие. Много пещер маленьких, которые с друг другом не соединены. Вот это то, что я понял, пока я исследовал этот мир. Дополнительную информацию, наверное, когда-нибудь, ну, не маджанги, а кто там террарию делает, сообщат чуть попозже. Это прикольно. Также я там с поверхностью могут находиться маленькие пещеры с пауками. Я пока что такого не находил, но такое бывает. И это прикольно. Здесь же я еще видел в одном из подземелья странный фонтан из меда. Там шел водопад. А, вот он. Вот он. Мед, который льется в водопад и ни одной сотой вокруг. То ли баг, то ли так задумано. По-моему, все прочее. Новые вещи, которые добавились в этом апдейте. Например, там крыло летучей мыши. Вот эта палка. И многое-многое другое. Выпадает здесь мобов намного чаще, чем в обычных мирах. Причем разница там колоссальная. В 2, 3, 4, в 5 раз больше. То есть вещь в обычном мире выпадает там с шансом 0,4%. Здесь с 1%, например. Но бывает, что и в 5 раз чаще. То есть за новыми вещами я советую все-таки охотиться в этом мире. И не забывайте только взять с собой побольше еды. Потому что здесь еды на поверхности ни хрена нет. А грибы можно жрать? Подожди. Да, если вы что-то слопали... А, нет. Это не еда. Так, а если вот это? Еда. Да. Если вы съели еду, то ваш голод пропадает. И у вас появляется так называемая характеристика. Хорошо накормлен. На 10 минут или на 5, в зависимости от еды. И, собственно говоря, это классно. За просмотр, за подписку, лайк. Не забывайте, что у нас есть замечательный магазин аккаунтов. И ключей GeronShop.ru, где можно купить дешевый террарий дешевле, чем в стиме. Или в террарии. Но, такие дела. Спасибо за просмотр. До встречи.